Добрый день много уважаемые зрители канала МАРТ ЛАЙП предлагаем вашему вниманию очередной выпуск новостей мартовские иды номер 74 тема такая Раймонд Палс Алла Пугачева возвращается в Россию восклицательный знак как известно примадонна отечественной эстрады сейчас отдыхает в Юрмале вот на фотографии она вместе с детишками в интернете очень много снимков из Юрмалы вот примадонна на пляже вместе с детишками опять же что-то показывают рукой или машут качество не очень потому что судя по всему это скриншот видео а здесь Алла Борисовна одна к сожалению фотография оставляет желать лучшего потому что может быть примадонна не хочет слишком резких снимков здесь Алла Борисовна опять с дочерью с сыном а сзади виден какой-то рыцарь может быть это Максим Галкин вот посмотрите пальчиком показываю может быть кто знает судя по некоторым фотографиям примадонна не избавилась от привычек вот на данной фотографии она держит сигарету что конечно не очень хорошо мягко говоря какой пример она подает своим детям дурной пример как известно заразителен есть фотографии более качественные вопросы в их верификации как сейчас модно говорить или вересикации вели в общем разные варианты этого слова слова в общем неизвестно подлинные они или нет увы верификация часто страдает потому что не знаешь этот снимок этого года или может быть десятилетней давности но вот по крайней мере данный кадр вроде бы из действительной свежей потому что раймонд пался за роялем хотя у него лицо такое моложавое и Алла Борисовна Максим и их дочь правда и тут качество не очень не знаешь Лиза это или не Лиза вот на этом снимке это точно Лиза но скорее всего она фотографирована была не в Юрмале часто СМИ берут фотографии из интернета в общем и этим снимкам уже много много лет ну в любом случае давайте вернемся к основной теме нашего сегодняшнего выпуска как заявил народный артист СССР Раймонд Валдемарович Палс его навестила Алла Борисовна вместе с мужем Максимом Галкиным и их детишками Раймонд Валдемарович заверил что Алла Борисовна якобы собирается в Россию честно говоря и здесь с верификацией проблемы потому что маэстро не раз говорил одно а в действительности оказывалось все по-другому композитор неоднократно уверял что вот-вот уходит со сцены это его последний концерт в общем все до свидания прощался неоднократно а потом опять мы его видели на сцене так что вполне вероятно Раймонд Валдемарович просто решил как сейчас модно выразиться хайпануть и заявил громко очень то есть объявил очень громко пугачёва возвращается не совсем мы и поверили это мое заявление еще и потому что якобы возвращается одна без Максима Галкина мол Максиму не рады на родине так что пусть сидит в Юрмале тогда как хитрая народно-артистка СССР кстати вот на этом фотографии она вместе с народным артистом Раймондом Паусом хранила все это время в общем-то молчание поэтому может вернуться в Россию так во всяком случае пишут СМИ честно говоря мы сомневаемся что Алла Борисовна приедет одна без своего супруга может быть даже она может приехать скорее с Раймондом Паусом но не одна в общем маэстро явно заинтриговал всех но поскольку новостей сейчас летом не очень много все буквально накинулись на эти слухи а еще мы не поверили в то что Алла Борисовна возвращается потому что объявили о гастрольном туре по Латвии Максим Галкин собирается посетить несколько уголков центральной республики Прибалтики как известно юморист овладел местным языком так что запросто может общаться с коренным населением как пишут СМИ Максим Галкин говорил с Раймондом Волдемаровичем тыкой латвийский то есть только на латышском хотя может быть это шутка с другой стороны Алла Борисовна Пугачева насколько нам помнится не раз тоже переходила на латышский язык когда выступала в Латвии говорила Лабакар то есть добрый вечер Драуги друзья ну в общем на этом ее словарный запас как правило истощался а еще пишут что дети Галкина и Пугачевой собираются пойти в латышскую школу ну а как же тогда Галкин уедет Пугачева уедет с кем же останутся дети может быть они хотят в интернат какую-то круглосуточную школу спец школу есть в Латвии такие в принципе да кстати еще писали что Галкин собирается на гастроли аж в Австралию в Мельбурн и моя знакомая которая проживает на далеком пятом континенте заверяет что там уже их ждут даже вроде бы афиши висят неужели Галкин собирается отправиться в Австралию один а что тогда Алла Борисовна ну если такой слух якобы детей переведут на домашнее обучение вот на фотографии да как раз Примадонна занимается вместе с дочерью и сыном помогает им делать уроки так вот так выходит ну вот читаем пресс.лв портал цитирует слова Раймада Валдемаровича которые он дал значит дал интервью абзацу цитируем я разговаривал с Аллой она заверила что вернется в Москву с детьми возникает закономерный вопрос а как же латышская школа в Латвии или это очередной миф или как нынче принято говорить фейк в общем слухи 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 а фактов увы маловато в любом случае у Пугачевой какое-то нерадостное выражение лица кажется она мается на чужбине как говорится в гостях хорошо а дома лучше зато Максим всегда веселый жизнерадостный и вот такую же энергетику передает своим детям а еще он находит время как пишут СМИ на тайные встречи со своими поклонниками впрочем не будем распространять слухи а в конце поблагодарим маэстро за то что он дал очередной повод нам сделать выпуск мартовских ид Раймонд Палс возвращается Алла Пугачева в Россию заявил маэстро такой выпуск мартовских кит номер 74 спасибо за внимание ставьте лайки нажимайте на колокольчик и высказывайте свои комментарии мы обязательно ответим на самые интересные вопросы можете опять нас ругать но хочется повторить что выпуски наши с иронией с юмором мы абсолютно не претендуем на истину в последние станции и передаем то что сами прочитали вот ну или кто-то что-то рассказал и причем поэтому не надо нас ни в чем обвинять мы лишь высказываем свое личное мнение и никому его не навязываем так что просто поделились тем о чем подумали на данный момент кстати читаем текст без бумажки это к вопросу о том что иногда бы получается может быть не совсем гладко да вот прямо вот что в голову взбредет условно говоря то и говорим до свидания спасибо еще раз за внимание завтра будет юбилейный 75 выпуск мартовских ид пока на канале март лайф